Да я полержу. Я не говорю, что я говорю. Я говорю, что я говорю. Я говорю, что я говорю. По-русски говорите? Это я не знаю. Настойчивые и предприимчивые. Их выгоняли десятки раз, но они всегда возвращались. И за считанные дни восстанавливали разрушенные теплицы. Они стали бичом Хакасии. С ними боролись по-разному. Они десятки лет досаждались жителям. Пока... А там, где бардак, А мы законы не можем найти, как с ними справиться. Требую действовать жестко и решительно. Планировалось избавиться от теплиц и незаконных мигрантов в придачу к концу 2013-го. Работа действительно закипела. Десятки совместных рейдов, сотни выдворенных за пределы России, уголовные и административные дела. Результат – сейчас большинство теплиц стоят брошенные. Китайцы ушли, проблемы остались. Земля под теплицами – это кладезь химических элементов. Сказать точно, чем поливали растения, нельзя. Своей лаборатории в Хакасии нет. Приходится отправлять землю в Красноярск. Один анализ длится полтора месяца. Выявлено от умеренно опасной до чрезвычайно опасной категории загрязнений мышьяком, фтором, нитратным азотом. И на некоторых участках периметанил, запрещенный к применению вещество, выявлено. Это большие деньги, экспертизу провести. В прошлом году порядка двух миллионов этих федеральных денег израсходовали. На опасной земле отныне ничего выращивать нельзя. До начала лета Минсельхозпроду предстоит подготовить проект по землеустройству. Когда будут включены как раз сроки по консервации земель, там будут предложены мероприятия по восстановлению земель. Началось все с нескольких теплиц на пустыре за поселком Ташиба. Китайцы ничем местным не мешали. Даже были в диковинку. До 2011-го. Весной растопят свои эти печки. Тут дышать не тем, особенно когда ветер севера дует. Уйдешь вечером с вызова и задыхаешься даже. Пасти негде, да, абсолютно. Я вот держала сколько всегда скота. Из-за этого бросили. Такая зараза, как незаконные теплицы, не только хакасская проблема. Власти от Владивостока до Урала тоже думают над решением непростой задачи. На свалку отправятся и канистры с неизвестными удобрениями. Чем поливали урожай до сих пор не знает никто. Этот натиск обернулся тем, что россиян буквально вытравляются в житом местах. В Новосибирской области сейчас разбираются с мигрантами из Китая. Александр Пугачев присутствовал при изгнании китайского бизнеса. У нас китайцы под бульдозеры не бросались, рассаду не спасали. Как только очередной рейд приходил, в теплицы мигранты молча покидали насиженные места. Бегать больше некому, говорят работники УФМС. Из нескольких тысяч мигрантов осталось... Порядка буквально 50 человек, которые по нашим, опять же, сведениям распродают имущество, пытаются сменить собственника уже. То есть заходят туда сейчас на рассаду граждане России. Комиссия администрации Устебаканского района и сотрудники иммиграционного контроля навещают теплицы каждую неделю. Еще одна сторона в этом деле – собственники земли. Они сдают ее в аренду одному, тот пересдает другому, в итоге концов не найти. Но все-таки два уголовных дела по статье «Порча земли» уже есть. А некоторые предприниматели добровольно согласились избавиться от того, что есть на их земле. Теперь теплицы разбирают местные. Материал в хозяйстве пригодится. Аккуратненько спиливаем, пленку снимаем, чтобы она по Хакасии не разносилась. Пленку утилизируют у нас на промбазе Устебакани. Узнать, есть ли теплицы под разбор, можно в местной администрации. А вот кто будет платить за восстановление земли? Вопрос. Китайские теплицы в районе Ташибы занимают 300 гектаров. Это 277 футбольных полей или 8 таких поселков, как Ташиба. А вот по подсчетам Россельхознадзора на восстановление двух гектаров нужно 156 миллионов рублей. Сейчас работают от силы четыре теплицы. Да и то не в полную силу. Такое ощущение, что буквально секунду назад здесь кипела работа. Но как только появились гости, овощеводы куда-то испарились. Мы гуляем по этим теплицам уже два дня, а еще ни одного мигранта не видели. Вообще интересно было посмотреть, как обустроены теплицы. Вот, к примеру, потолки низкие даже для меня. Они специальные двойные. Так рабочие собирают конденсат для полива растений. В теплице плюс 35. Что за раствор в ведрах, загадка еще та. Даже специалисты этого не знают. Пока одни мигранты, несмотря ни на что, бьются за урожай, другие сжигают имущество, чтобы оно никому не досталось. Мария Дудник, Наталья Курцева, Новости, 7-й телеканал. Продолжение следует...